В результате соблюдения антиковидных мер один из штаммов вируса гриппа Ямагата был побежден весной 2020 года. Но помимо него существуют и другие штаммы. После исчезновения вируса ученые начали полагать, что таким же образом можно избавиться от другого, более распространенного штамма гриппа типа B, Виктория. В отличие от штаммов гриппа типа А, свиного и гонконгского, которые имеют широкий спектр носителей и рискуют вызвать пандемию, B-штаммы не переносятся животными и с ними эффективно справляются вакцины. В среднем на них приходится 23% ежегодных случаев гриппа во всем мире, включая 1,4 миллиона госпитализаций. Если мы смогли избавиться от одного штамма, то получится ли избавиться от других в ближайшее время? Во всем мире отмечали, что меры, которые люди предпринимали для защиты от коронавирусной инфекции, хорошо работают и против других респираторных заболеваний. Это совершенно очевидная ситуация, которая не могла не произойти. Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19 11 марта 2020 года. Зарегистрированные данные показали, что за все это время умерли около 7 миллионов человек. Но по некоторым данным число жертв может составлять и все 20 миллионов. Напомним, что пандемия развивалась стремительно. Страны стали закрывать границы и прекращать авиасообщения. Для жителей городов объявили карантины, а для размещения больных создали временные госпитали, так как в больницах не хватало мест. В России с марта 2020 года объявили режим нерабочих дней. Регионы вводили ограничения разной строгости. В стране начался период самоизоляции. Из-за опасений вернуться к прежнему ритму жизни напрашивается вопрос, тревожащий население. Какова вероятность нового ужесточения антиковидных мер? На самом деле нет, святого места пусто не бывает. Это не означает, что вот люди станут меньше болеть гриппом, например. Просто на место этого вируса гриппа придет какой-то другой вариант. Возможно, люди будут с этих пор значительно чаще болеть гриппом типа А, чем типом В. Тип В сейчас очень редко встречается. Мы теперь просто будем болеть коронавирусом. Коронавирусной инфекцией как одной из наших стандартных респираторных инфекций. Мы каждый год болеем ОРЗ, так и будем продолжать им болеть. И коронавирусная инфекция, вызванная от Петерсарского 2, будет одной из них. Патогенные свойства вируса уменьшились, но заразность его очень высока. И избавиться от него, наверное, не представляется, возможно, в ближайшие годы, десятилетия. С момента обнаружения нового коронавируса он неоднократно мутировал. Очередным вариантом стала перола, которую впервые нашли во Франции в августе 2023 года. В Роспотребнадзоре посчитали этот вариант более заразным, чем предыдущие, но не рассматривают его как второе пришествие омикрона. Полина Санникова, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.